Работа призывных комиссий по всей стране началась 1 апреля и будет проводиться до 15 июля. Назран является самым большим городом в регионе, как по площади, так и по численности населения. Муниципалитет насчитывает более 1800 молодых людей призывного возраста. Мэр города делится в его юные годы, каждый пытался примерить на себя профессию защитника отечества. И среди сверстников стыдно было находиться, если не отслужил. Дело не в молодежи. Молодежь, как она была во все времена, она подвластна и воспитанию, и агитации, и всего остального. То, что мы показываем, то, что мы в них вкладываем, то они воспринимают. Поэтому я думаю, что если есть какие-то трудности и сложности, то это уже наше упущение. Круглый стол под председательством Урсхана Евлойба проводят с целью обсудить все вопросы весенней призывной кампании, оборонной работы. Также обсуждают пути решения существующих проблем в администрации по призыву. На встрече присутствуют представители военкомата, ветераны афганской войны, общественные деятели. Участники Круглого стола – люди, которые тоже в свои годы отдали долг родине. Убеждены, что служба в армии – это урок мужества, и оттуда мужчина приезжает совсем другим человеком. Мероприятие очень важное. Мы обсудили вопросы, проблемы, пришли к общему решению проблем, что приведет к эффективности нашей работы в дальнейшем. Собравшиеся отметили слабую явку призывников в целом по всей республике в последние годы. По информации военкомата, в 22-м их стало еще меньше на фоне событий в Украине. Так сложилось, что даже если молодой человек желает пройти службу, отпускать его в армию не хотят родители. Все из-за страха, что ребят могут перенаправить на спецоперацию. Они вроде согласны, но потом разве тут же у него как меняется, вроде все. Хотя я говорил, что я своим комиссаром разговаривал, что никуда их в Украину не заберут, пока он сам контракт не подпишет. Вроде не согласны и хотят они вроде, но потом тут же почему-то родители, знаешь, и они вот как будто упустили действительно этот момент. Однако в Минобороне страны заявили, что призывная кампания не имеет никакого отношения к боевым действиям. Новобранцев не будут отправлять в горячие точки. Эту информацию республиканский военкомат освещает через средства массовой информации, доводит через призывные комиссии военно-учетных работников. Призывная кампания идет у нас планово, штатно, но информационное поле, которое создается разными сними, у нас оно носит предпосылки к тому, что люди не совсем доверяют той информации, которую мы доносим. Мы боятся отправлять призывников в армию, что совершенно безосновательно, потому что сейчас принято решение нашим верховным командующим, мы командуем округа, что ни один призывник не попадет служить в зону специальной операции. Все призывники будут служить на территории России, никто в боевых действиях участия принимать не будет. В этом году команды для отправки будут формироваться с учетом священного праздника мусульман. Южный военный округ разрешил отправить ингушских призывников вооруженные силы после праздничных дней. Главы муниципальных образований являются председателями призывных комиссий, организуют всю работу по призыву, активно сотрудничают с военным комиссариатом. Не говоря уже о том, что уходя в армию, там подросток возвращается там уже зрелым мужчиной, там и много преференций, которые молодой человек получает и при поступлении на работу, и что он дальше может оттуда же пойти учиться в другие военные вузы, скажем так, и заключить контракт, уже работать после этого. Поэтому есть очень много моментов, очень много возможностей, которых и родители, и молодежь, они не знают, что мы должны все довести. Как и прежде, главной задачей Министерства обороны России в ходе проведения призыва – это не допустить возникновения и распространения коронавирусной инфекции. С этой целью принимаются все необходимые меры. Призыв проводится в 82 субъектах страны. В ряды вооруженных сил России в этом году намерены отправить более 134 тысяч россиян. Для прохождения военной службы по призыву новобранцев будут распределять различные виды войск – сухопутные, ракетные, войска Национальной гвардии, воздушно-космические силы, военно-морской флот. Диана Дударова, Магомед Доскиев, Новости 24.